Ну здравствуй, люто-волк! Задание мастерства клинка выполнено. Убейте оленей дубиной. Это мы можем. Вот он. Ой, хорошо. Кто это плачет? Кто это плачет? Ой, блинчики! Я думал, только оленей я остался. Нет, а тут еще ведьма, смотри. Привет, ведьма, ты последняя. Она как бы вообще не добрая, да? Ну, ну как, иногда она добрая, да? Совсем скоро Хэллоуин. Сладость или гадость? На Хэллоуин все добрые. И, конечно же, будет плюмульдинг! Плюмульдинг, блинчики! А, вообще жесть, да? Да, прям стрёмная. Ха-ха! Раздобрилась. Вот так вот. Совсем скоро. Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем. И это самая хардкорная, самая суровая выживалка на андроиде. iOS, конечно же, Grim Soul. Я хотел раньше показать тебе это видео, но, ну, никак не вышло. Из-за неполадок, да, с аккаунтом я долгое время не мог играть, как ты знаешь, если ты знаешь. Поэтому, поэтому, с запозданием поиграл в багряную охоту, мягко говоря, ну, мы с тобой сейчас откроем ящички. Да, у нас определённое количество скопилось. Ну, и отдадим, так сказать, дань уважения финальным боссам. Я не знаю, как ты уже выполнил эти задания. В общем, давай вскрываем, блинчики. Вскрываем сейчас один ящик и один, а то и два. Два вскроем ещё позже, когда пройдём парочку заданий. Забираем? Забираем. Прикольная ли была багряная охота? Блин, она была фантастическая. В сравнении с прошлой, она была чем-то легче, чем-то сложнее. Чем она была сложнее? Вот этот ящик багряного охотника заработать, мягко говоря, не так просто. Надо было очень много играть. Но по факту заданий всё было легче, чем в первой. Класс! Ха-ха! Шикарно! Вопреки заблуждениям, не является метательным. Шанс нанести урон дополнительным целям. Где бы нам её потестить? Оуу! Отлично! Мы сейчас с тобой эту глефу потестим на боссе новом. Да? Конечно, потестим. Сейчас давай для начала выполним всё-таки задание. И-и-и! У нас сейчас есть очень серьёзная распродажа, большие печати. Мне вначале показалось, что... Мне показалось. Ну, блин, нет, они стоили 360 рублей. А теперь 180, да? Мужчина, ты свободен. Ты мне как бы не нужен, но ты свободен. Поэтому-поэтому мы откроем с тобой ещё два ящика. То есть мы сейчас сделаем задание. Накинем ещё себе очечий. У нас будет 22-й левел, в общем. Убьём двух боссов, которые были на багряной охоте. Ну, как-то так. Давай я сейчас быстренько найду оленей. Это локация три черепа. Здесь, по идее, есть пять оленей. Сейчас узнаем, это рандом или нет. Мне кажется, всё-таки по рандому. Мне эта багряная охота понравилась больше. Если ты играл первую, то, думаю, ты со мной согласишься. Первая была совсем дикая. У нас не было возможности никакой вообще за 200 рублей купить все задания наперёд. А тут всё-таки была возможность. И да, я нифига не спорю с тем, что вот эти ящики, я не представляю. Вот это что вообще? То есть, когда начиналась багряная охота, я думал, что ну там до сорокового. До какого сорокового? Слушай, это жесть. То есть, очки надо было фармить. А фармить, да, их не так просто. Боссов надо было щёлкать, всяких рогвалдов, да. Ну, 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 жёстко, жёстко. Но, очень приятно, что нам дали свободу. Какую? Да такую, которую и надо давать всегда, да. Хочешь? Очень много играй. И будет тебе больше, чем у остальных этих ящиков. А хочешь? Не играй много. Заходи в магазин и вперёд за донат, да. То есть, в первой багряной охоте такого выбора не было. Не было такого выбора. Так, ну чё, финальный олень, он тут есть или нет? Ищем. Увы, ах, олень она не оказалась. Ну, ничего страшного. Помимо двух новых шмоток, да, и вот этого сета, очень интересную тему, которая добавила багряная охота, зелье удачи. Шанс двойного урона. Шанс уклонения. Шанс добыть дополнительный ресурс. Мы сейчас воспользуемся этим зелем, да, когда будем, значит, наказывать двух боссов. Лагерь варваров и забытое кладбище. Это ещё одна новая фишка, которая была в этой багряной охоте. Мне кажется, это очень классно. Блин, ну прикольно, реально. Бежим домой, одеваемся для батла с боссами. Глефу будем тестить вот здесь, да, соответственно. Там достаточная толпа бомжей, чтобы потестить её. Посмотрим, какая будет третья багряная охота, да. Рано или поздно она будет. Это прикольно, это как сезон, типа того. Честно сказать, будем надеяться, что ящики будут чуть-чуть как-то попроще фармиться. Хотя, хотя, у меня не было возможности много пофармить очки. Можно было их фармить. Нифига не легко, но можно было. Мы выполним сейчас ещё с тобой мастерство клинка 2000 огненным мечом. Это будет 853. Ещё 47 очков. Если, соответственно, я куплю по этой распродаже вот эту багряную печать, 1000 очков, у нас будет как раз два ящика. Поехали домой одеваться. Ну а пока я буду бежать до дома, одеваться, снаряжаться для батла с боссами. Давай почитаем, что по новостям. Ну, собственно, вот. Да, я с запозданием тебе это всё показываю. Блин, ну так получилось. Да, я реально не мог играть, у меня чёрный экран был. В игровом магазине доступно отличное предложение для доблестных изгнанников. Стоимость большой печати багряной охоты снижена в два раза. Да, мне не показалось, реально. Я сразу увидел, думаю, что за фигня, не понял. Вроде, блин, в два раза дороже стоило. Ну и вторая новость, и это будущее, конечно же. Хэллоуин. Мы с тобой смотрели сейчас этот ролик по древним поверьям. Во время празднования врата между миром живых и мёртвых стираются. Также одна из традиций этого древнего праздника отдавать угощения, чтобы избежать неприятностей. Будьте аккуратнее. Кто знает, кто может постучаться к твоему двери. Слушай, ты помнишь, да, эту тему? Я не знаю, ивенты как бы всегда классно сделаны. Единственное, не забывай, это Гримсоу. Если тебя Санта накажет, да, кот? Да опять ты с этим Сантой. Блин, ну а чё поделать, да? Первый короб у меня отнял Санта, блин. Ну чё поделать? Он жёсткий парень, он встанет, он леденит. Не забывай об этом. Если ты на ивенте потерял амуницию, никто тебе её не вернёт из-за того, что типа праздник. Давай ещё раз глянем. Слушай, ну прикольно. Это вторая часть уже. То есть вначале пришли этот... Осквернитель, да? Бомжик. Нет, а теперь ведьма, короче. Сладость или гадость? Такие активности игровые всегда интересно всё-таки. Классный парень, да? Вообще огонь, ничего не скажешь. Сколько защита? 270. Да ох, нифига себе. Ну ты понял чё, да? Этот слабей сет. Выглядит так же, но по факту... Ну только солнце, да, здесь? И золотые доспехи. Слушай, ну чё, я собрался, прикольно. Да, я хотел положить, значит, чтобы этот сет пылился. А потом думаю, да нафиг. Давай красиво, красиво всё-таки закончим эту багряную охоту. Что ещё такого классного в ней было добавлено? Кольчуга с айлетами. Одинаковые крафт, как и медная. Но брони по факту больше на десятку. Это мелочь, это мелочь может в роковой момент тебя спасти. Как и шаперон. Тот же капюшон, да? Ну и, ну и самое главное, конечно, дело даже не в броне, а в том, что выглядит по-другому. Более круто. Достаточно много добавили, да? А это вот, кстати, стоит сундучок с багряной охотой первая часть. Давай достанем багряный сундук с этой охоты. И посмотрим, есть ли разница. Он более тёмный, да? А, нет, он такой же самый, да? Смысл в том, что такой сундук можно получить лишь однажды за багряную охоту. Тип того. Ну и, соответственно, да? Отметка, что ты прошёл вторую багряную охоту. Или одну ты играл. Прикольно? Прикольно. Поехали по боссам. Юзаем, значит, Феликс Фелициус, да? Он не просто даёт шанс найти редкие предметы и добыть дополнительный ресурс. Он ещё и двойной урон даёт, и шанс уклонения. Слушай, это, да, это достаточно бодро. Это достаточно резво. Мы сейчас с тобой пробуем для начала, значит, выполнить задание, да? На огненный меч. А потом, конечно, тестим Глефу. Класс, да? Скажи? Вообще нормально. Ну, как? Я даже не знаю. Ну, прикольно. Это прикольно, да. Начнём с простого босса. Лагерь варваров. Это был финальный босс. Но по факту, ну, чё там? Он проще. Ну, и да, вот этот сетик, ну, просто ради прикола, да, пойдём в этом сете. Здесь мы сейчас будем выполнять огненный меч. Слушай, а чё стесняться, да? Давай прям сейчас немедленно берём. И пошла жара. Да ладно! Да ладно, такой миллиметр видел, чё? Ой-ой-ой, я забыл, что надо ещё лечиться. Не смей меня станеть, бомж! Капец! Ты понял, чё? Ха-ха! Идиотизм! Ванючистан всё сломал! Жёстко! Чё по луту? Неплохо, да? Ничего фантастического, но неплохо. Капец, грёбаный стан. Как лучше всего эти задания было выполнять. Ну, вообще, по фактику, да, паровозик. В чём проблема этих заданий? Если ты не выполнил, да, первый раз, то на второй раз тебе нужен новый огненный меч. Вот в чём проблема. Да, я говорил ранее, что это задание выполнять на боссах, но не в лагере варваров. Было понятно, что этот бомж бронированный, будет всё очень фигово. Да маги вообще ни о чём, да? Вот здесь последний ритуал. Если я не ошибаюсь, эти мужчины, которых призыватель призывает, они без брони, поэтому-поэтому. Ну, а сейчас самое интересное. Куда лучше нести эту глефу? Не важно, куда лучше, блин. Ну, как не важно? Важно, подземелье, да? Катакомбы передателей. Вот там глефа, это вообще зайдёт прям на ура. Но мы с тобой её тащим сюда, потому что это клёво. Нам надо закончить красиво сезон. Правильно? Правильно. Так, и на всякий пожарный. Давай, давай, давай. Что мы? Вот эту штуку ещё давай возьмём. И вот эту просто так. Ну, а вдруг, да? Сейчас фигово будет работать глефа это. Фу, давай, это интересно. Как она себя поведёт? Я не знаю. Забытое кладбище, друзья. Это второй босс, который был добавлен у нас в багряной охоте. Не, классная, классная всё-таки охота без Б. Я не получу очки, ничего не получу. Нам сейчас важно не это. Нам важен и интерес с тобой. Поехали. Ну да, бьёт она больно. Класс. Ты видел? Он высекся. Пошла жара. Я не знаю, мне кажется, это, да? Грязь, она работает. Она работает. Огонь, блин. Бьём одного, да? Получают много. Работает? Работает. Слушай, ну и достаточно такая вроде бы солидная у неё атака, да? Мы чуть-чуть с тобой оставим. Слушай, мне кажется, классно. Работает? Работает. То есть, все-все-все пооткисали, когда я делал урон по этим бомжам, да? Оп. Прикольно, блин. Да, жалко, что оп, и всё, и нету её. Была фантастическая глефа, да? И нету. Эх, да. Привет, бобёр. Блиночки. Капец. Я эти мечи копил, 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 копил. И как багряная охота, всё разбомбили, блин. Это идеальное оружие просто для Айзенборга. Ну, как мне кажется. Чик. Что сказать по рандому, по везению? Я не знаю даже, что сказать. Ну, неплохой лут. Но не так, что прям, о, ничего себе, восхитили лутом. Да, лут как лут, типа того. Работает это зелье удачи? Да стопудово работает. Просто не жди, что оно прям тебе, офигеть, золотые горы принесёт. Иди-ка-то об изгнании, да? В героическом режиме. Вообще просто огонь. Сет. Ну, сет и сет, блин. Мне не очень нравится, что он такой, какой-то, да, такой, прям, очень много железа. Вот. Мне больше нравится что-нибудь вот такое вот, да? Ну, как-то так это. Не успел я за эту багряную охоту потестить. Но, как я понял, слушай, очень неплохо в Подземелье Истязателей там рицари, которые воскрешаются. За каждого ещё дополнительно три очка, да? А воскрешаются они с половиной жизни. Это раз. И два. Если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, друзья, давненько уже не был. Ро Гвалт. Вот этот фантастический мужчина. Духи, да? Да? Если за духов что-то давали, они же респятся, то духов бомбить, да, Рогвалтских. Вот. Но я не успел всё это потестить, потому что потому. Комплект брони отправляется красиво на стойку. Причём в бою, да, его потестили на двух боссах. Когда-то эти боссы станут, блинчики, легендой. Ну, не то чтобы легендой, но, 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 да? Ну, прикольно. Прикольно. А этот комплект, ну, когда-нибудь мы его будем крафтить. Я его сейчас, конечно, с собой брать не буду. Хотя, слушай, я сейчас так подумал, да? В подземелье отрекшихся достаточно много. Достаточно много там всё-таки рицарей. Поэтому делаем допрос, выполняем просто задание, да? И готово. И попутно ещё зафармим подземелье отрекшихся. Мне кажется, нормальный расклад. Ну, чё бегать просто так по локациям, чё-то там искать, да? Пойдём в подземелье. Ну, вот и всё. Я на месте. Значит, суть задания в том, что нельзя лечиться ничем, кроме как ягодами. Вот эти ягоды, ты после них блювантин делаешь. Важно знать, через сколько ягод. У меня, если не ошибаюсь, 18 можно съесть, и потом только я блюю. Это зависит от вот этого фантастического скилла лужёное брюхо. Устойчивость к отравлению едой и напитками. Как лучше поступить? Лучше сразу узнать. Жрём, пока не блюёмся. Да ладно. Блин, целый стак. В общем, 17 ягод смело можно мне хавать, и всё в порядке. Ваншот килл. Блин, топор палача вообще, на самом деле, изумительная вещь. Да что такое? Смотрите, головой мотает. Ещё один припёрся. Представляешь, обкакался. Ёлки-палки. Убил вот такого бомжа, да? Взял с него лук и ещё какую-то шляпу. Ну и сожрал это безобразие. А жрать-то нельзя. Вообще идиотизм. Ну ладно, как бы, чё тут? Тут осталось 6 очков. Я уже нашёл главное хранилище. Чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть. Блин, вообще. Ну вот здесь не будет никого. Не, нам нужен рицарь. Легче на второй этаж пройти. Там эти рицари прям сразу, да? Вообще так обидно. Ёлки-палки. Ты не представляешь. Капканы, капканы ещё. Не представляешь. Вот эта вот... Сложность этого задания в том, чтобы не сожрать ничего из инвентаря, да? По привычке. Вот-вот всё, что ты находишь в ящиках, лутаешь. Вот этот негодяй. Хермополис, блин. Я ему замок взорву. Реально. Он мне обломал задание. Всё. Негодяй будет наказан. Без вариантов. Ладно, чё поделать. Пойдём на второй этаж. Там есть пара рицарей. Там их вообще очень много. Сейчас там в режиме палача закончим. 800 своих очечий. Чик. Да ты чё прикалываешься? Ха-ха. Грязь. Огненный меч. Даже не знаю, что сказать. Это за фигня. Огненный меч дали. Вот-вот, блин. Ну, как бы вовремя дали. Прикольно, да? Дали меч типа с намёком. Иди. Иди, Мустина. Проходи. Блин, я не помню, когда обливать буду. Чё вы деловаться? Возьми-ка умыть оружие. Тогда делай спокойно задание, да? Не, мне нравится. Режим палача. Я прям вообще обожаю его, короче. Я обожаю его за... Его уроны фантастические. Так, без щита. Не камильфо. Касочка, касочка. Ой-ой-ой, слетел. Слетел режим палача. Ток не блюй. Ток не блюй. Чик. Хорошо, да? Ещё одного бомжа. Ток не блюй, мужчина. Не помню, когда обливать буду. Реально. Здесь помню, здесь не помню. Вообще, по фактику, ягодками не вот этими надо пользоваться в режиме палача. А теми, которыми ты стопудово не блюёшь, да? И всё, и будешь вообще изи бомбить. А это, это, так сказать, если тебе адреналина не хватает, тогда как бы бомби палачом ягодками, от которых ты блюёшь. Ну, это идиотизм, честное слово. Воу! Ядик, да? Ай, блин, короче. Короче, фиг знает. Ядик, ядик, ядик. Ха-ха! А, как пользоваться этим фантастическим режимом, классно. Слушай, я уже снимал один ролик по палачу. Суть простая. Запомни, на какой отметке твоего имени у тебя 30 хп, да? Ну и всё, я отталкиваюсь от этой отметочки. У меня это харди. Где ей? Смотри. Оп, сейчас выключится. Чик. Понял, да? Чуть-чуть я перепери. Чуть-чуть перепери. Ха-ха! Да уделывался, блин. Прикольно. 790. Как вы меня задолбали, ребята, ну серьёзно. Давай уже возьмём эти два ящика, да? Ну ты понял, да? То есть я сейчас беру вот так вот большую печать, красиво покупаю. Очки багряной охоты. Парам-пам-пам. И, и, и. И теперь мне, соответственно, надо два очка. Раз ящик и будет 22 левел. По 900. По 900 стоил каждый ящик багряной охоты. Да, не слабо. Я когда 500 увидел, я уже в шоке был. А когда понял, что это будет 900, я вообще офигел. Вот он. Мужчина. Вам, значит, это. Давай вот так его забомбим. Ему, значит, честь, да? Предоставлена. Не томи, да? Открывай ящичек. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравилась, как и мне эта багряная охота. Блин, она была классная. Она простая? Вообще не простая. Вообще не простая. Либо бешеное количество часов надо было играть, либо донат, да? Как можно было взять 50? Я не знаю. Оставляйте свои комментарии. Сколько вы взяли? Если кто-то вообще дошел до 40-го, неважно каким способом, я в шоке. Я просто в шоке. Это грязь. Ну, ну, до 30-ки, может быть, я дошел бы. Ну, нет, я сомневаюсь. 901 ящик. О-о-о-о. Хорошо. Такую штуку я тоже в руках не держал. Шанс двойного урона. Шанс оглушения. Крушитель черепов. Мы потестим в будущих роликах. И еще одна Глефа. Жалко. Жалко. Что жалко? Нам не выпал, значит, меч Хромовника. Шанс изгнать противника с поля боя. Это самая лютая была штука. А вот эти, смотри. Я бы не отказался Глефу поменять на вот эту Алибарну. Или вот этот вот заточенный Эспадон. Да тут все дичь, да? Ну, и вот эти 10 зелем. Вот эта бомба тоже грязища. В общем, прикольный, прикольный был сезон. Ну, а точнее, багряная охота. Мне лично зашло. Но да, надо было очень много играть. Прям невозможно много. Я столько не это. Я никогда столько не могу играть. Либо бешеный донат, да? Вот этому мужчине я все-таки отомщу. Подписывайся на канал, если не хочешь пропустить, как я ему отомщу. Я ему обязательно отомщу, потому что он мне испортил задание негодяй. А оно мне как бы не надо. Ну, как это? Ну, просто ради интереса. И он взял и испортил. Значит, будем взрывать его. Всеми возможными способами. Хермополис, блин. Ну и, конечно, оценю ролик луксом. Ждем Хэллоуина, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok